Сегодня в стране сиротам с тяжёлой инвалидностью и ментальными нарушениями разрешается проживать в детском доме-интернате, пока они не достигнут совершеннолетия, после чего их ожидает психоневрологический интернат. Проблема в том, что когда такой ребёнок на протяжении одной трети своей жизни проживает в одном месте, а позже обязан уходить в другое, он испытывает огромный стресс. По заявлению члена Совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере Елены Клочко, после такого перевода в течение 6-12 месяцев часть детей умирает. Если ранее за ними в детском доме ухаживали 15-16 человек, то в интернате для взрослых всего 5 или 6. Представьте себе, в 4 года его перевели из дома ребёнка в дом-интернат, там он находился с 4 лет до 18 практически всю свою жизнь, а теперь мы должны его перевести во взрослый интернат, лишь на том основании, что он вдруг стал взрослым в 18 лет. Но эти ребята не становятся взрослыми в обычном смысле слова, в силу имеющихся психофизических нарушений. Что касается дальнейших перспектив по этому вопросу, предполагается, что в будущем в России полностью откажутся от взрослых интернатов для сирот с тяжёлой инвалидностью и ментальными нарушениями. На замену этому придёт система сопровождения проживания, когда под контролем специалистов такой ребёнок сможет жить в общежитии квартирного типа. Кстати, такое жильё уже есть в столице, Санкт-Петербурге и Владимире. Тем временем в Ульяновске задумались о талантливых детях и перспективах для них. В губернии создадут областной центр выявления и поддержки одарённых детей в сфере искусства, спорта и науки. Соответствующее соглашение подписано на недавнем Петербургском экономическом форуме. Между губернатором Ульяновской области и руководителем образовательного фонда «Талант и успех» Еленой Шмелёвой. Мы не раз говорили, что приоритет в нашей работе – развитие людей, реализация их потенциала. С этой целью мы и начали создавать структуру, которая будет отвечать за поиск и поддержку талантов. Соглашение с фондом – логическое продолжение этой работы. И мы очень благодарны и образовательному центру «Сириус», и фонду за возможность сотрудничать в этом крайне важном и определяющем наше будущее направлении. Предполагается, что теперь в Ульяновской области появится возможность проводить региональный этап Всероссийского конкурса проектных работ школьников. Одарённые дети смогут участвовать в конференциях, которые фонд проводит два раза в год. Стажироваться и даже быть устроенными на работу после окончания в системе профобразования. Продолжение следует...